Рецепт икры лучше позже, чем никогда. Буду словами вам рассказывать, потому что сразу не поставила камеру. Нереальный рецепт икры из грибов. Для икры лучше всего брать не шампиньоны, а вешенки. Практически сколько вы возьмете вешенок, столько у вас и будет икры. А если вы возьмете шампиньоны, вкуса нет такого специфического грибного. Они ужариваются и приобретают цвет не очень колоритной вешенки. Видите, они такие прекрасного белого цвета, очень-очень вкусные. Если вы грибник, то вы воспользуетесь грибами, которые вы собрали. Маленький-маленький будет совет только для моих зрителей. Первое. Режем лучок. Я вам это не показываю. Наливаем подсолнечное масло или масло, которым вы пользуетесь. Пассеруем лучок. Не жарим, чтобы хрустел, а пассеруем. До того цвета, который вам приятен. И кладем ложечку сахара. У меня здесь столовая ложечка, чтобы никто не слышал, потому что все против. Но я же мистер кулинар. Мисс, мадам кулинар. Я мадам кулинар. Вот. Лук вместе с сахаром получается как аромализированный. И блюдо в итоге выходит не только нереально вкусным, непонятно, что будет тянуть на это блюдо. Сметут буквально все. То есть, когда вы пассеруете лучок или жарите, может быть, лучок, добавление сахара активизирует, конечно же, уровень глюкозы. И безумно хочется больше, 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 больше. Но только никому это не говорите. Значит, пропассировали мы лучок, добавили в конце сахарочка. Много-много морковки. У меня терки нет, и я режу копиками меленькими такими. Морковку мы пассеруем тоже достаточно долго для того, чтобы усилить ее качество, усвояемость и лучше усваиваться каротин. Это будет очень важно. Затем я порезала вешенки. Я их не чищу. Они были у меня заморожены. Они очень чистенькие. Вот, порезала тоже кусочками. И уже высыпала в лук морковочку и резанные вешенки. Вот. И теперь, конечно же, самое главное, это будет приправа. Какая у вас приправа есть, что вы любите. Но я даже добавила немножко приправа для плова. Потому что я буду здесь делать тефтельки с фаршем индюшином. Поэтому эта приправа супер. Вот. И очень хорошо будет смотреться сушеный помидор, чесночок, базилик. Но я не буду добавлять томатную пасту. А вы попробуйте с томатной пастой. А так как что любят у нас грибы? Грибы любят сметану. Поэтому здесь будет молочный соус. У меня есть йогурт без сахара. Ну, просто есть такой йогурт. У меня детки его не хотят пить. Поэтому сейчас я это буду долго-долго тушить. Минут 10-15. Вот вешенки не выжариваются. Специи я насыпала. Это взрослая еда. Детям мы не даем грибы. Ну, до трех лет однозначно. А и в будущем до пяти лучше не давайте грибы. Грибы не относятся к миру растений и не относятся к миру животных. Это такой, знаете, переходящий эволюционный какой-то этап. Хотя это, в общем-то, растение. Но какая-то тайна есть в этом. Специи я положила. Еще время тушиться будет минут 10-15. Не бойтесь грибы тушить. Они будут выделять такой грибной вкус. Посолила, безусловно. Специи добавила. Все, что есть у вас там в арсенале. Потом я залью йогурт. Йогурт я отдельно чуть-чуть, чуть-чуть еще залью и протушу в йогурте. Ну, вообще-то грибы любят сметану. Ну, как говорится, что есть, тому и рады. Вот. Поэтому не успела снять вам нарезку. Но я думаю, это уже не принципиально. Правда же? Главное, маленькие секреты. Вот. Грибная икра. Это я готовлю вот так вот будет. И часть у меня будет готовой икры идти в заморозку. С удочки берем. Часть икры вот так вот можно. Ну, если вы для себя только готовите. Или небольшую порцию. Вот. И уже со сметаной, с йогуртом замораживаем. Может храниться очень-очень долго. Потом вы раз неожиданно, выбирая в холодильнике, нашли грибную икру. Разморозили. Это нереально вкусно. Это нереально вкусно. Ну, если о пользе мы говорим, что... Ну, это в основном веганцы, да, вегетарианцы грибами. Это белок, стопроцентная усвояемость. А белок это наши мышцы. Да, это же можно, ну, если без йогурта, а томатик положить, да. Можно соус какой-то томатный уже готовый. Тут пикантный можно тоже. Ну, что вы любите. Я бы остренький бы положила бы. Соццебели бы я бы положила бы. Я бы положила бы, наверное, соццебели. Вот. Было бы обалденно вкусно. Ну, чтобы для взрослых, знаете, немножко такой пикантности. Грибы очень хорошо. Они полностью женятся со вкусами, которые вы добавляете. И можно творить каждый раз нереальные чудеса. Итак, грибы это белок. Для женщины белок это мышцы. Это не жиры, это мышцы. Это очень важно, потому что только мышцы удерживают наши. Не только опорно-двигательный аппарат, но и сосуды. Да, течет у нас кровь. И мышцы у нас тоже, ну, как бы работают, принимают участие в движении крови, лимфы. Вот. Поэтому я думаю, если вы найдете на Пасху коробочку с икрой такой готовой, ну, сюда бы я бы, конечно, томатное добавила. Но грибы любят молочный соус. Молочный соус это сметанка, йогурт. Вот. Можно чуть-чуть, если жидковато и больше вы соуса любите, чуть-чуть с мукой разбавить. Ее можно на сковородочке, так, до золотистого цвета муку. Потом туда сметанку, йогурт вот так вот. А нет, сверху. Припудрили мукой, залили, размешали вот так вот вилкой хорошо. Не усложняем. Не усложняем себе проблемы. Но главное, что готовьте с любовью, с настроением и с каким-то таким пикантным настроением. Когда у вас все блюда будут просто шикарные. Моя Танечка очень любит грибы. Поэтому я готовлю для доченьки. Ну и сама, конечно, продегустирую. Обратили внимание, что специи очень много. Грибы берут вкус трав. Пиццы кладите не в последний момент, а кладите еще чуть ли не в середине тушки. Это будет очень важно. Поэтому напишите в комментариях, готовите ли вы грибы, грибную укру. Вот, пользуйтесь вы лесными грибами. Ну, у нас все грибы в магазине. Вот, это безопасно. Но если на прилавке будут лежать вешенки и шампиньоны, берите обязательно вешенки. Это безумно-безумно вкусно. Приятного аппетита! Ах, сковородочка маленькая. Я бы еще добавила йогурта. Вот, ну, так как специи очень много, йогурт прибережем на другие блюда. Так, очень важно ковородку не так царапать. Чуть-чуть молочный вкус, хотя это маловато. Так, нет, добавим еще йогурта. Еще добавим маленькую баночку йогурта, и это будет бомба!